Девчоночки, доброй ночи! Я наконец-то переделала все дела. Смонтировала вам два видео на завтрашний день. Моя кухня практически девственно чиста. Она уже давно не видела такого порядка. Завтра надо разобрать вот эту вот посуду. Ну и такое, что здесь уберу. Вот. Я сегодня впервые за все время, скажем так, Кадыш проходила, проводила. Или не знаю, как это правильно сказать. То есть это такой некий пост. 2 июня ничего нельзя было не то, что есть, но и пить. Но я, если честно, не стала придерживаться таких строгих правил, потому что все-таки это пост, который ты на себя берешь. Ну, ты должна измерять свои возможности. Вот. И брать именно то, что для тебя является ограничением, но не сильно там ударит как-то по здоровью. Это, ну, хотите, прочитайте в интернете. Это что-то такое из индийской, из вайшнавской традиции. Ну, это как у нас православный пост есть. Это икадыши, когда ты не ешь бобовый, насколько я знаю. Могу ошибаться. И именно этот икадыши, он всем икадышам икадышам. Тавтология, то есть, должно быть сухое голодание. Мало того, что ты ничего не должен есть, так еще ты ничего не должен пить. Я, конечно, на такой подвиг не способна. Я сегодня, для меня еда это все. Если я не ем, у меня начинает, ну, то есть, я нервничаю, я раздражена. Единственное, я пила сегодня целый день воду и два раза на коктейли. Я уже собрала часть коктейлей, один оставила дома. Я два коктейля выпила. Вот. И при всем при этом я хочу безумно есть. Не понимаю, как вообще можно сухое голодание соблюдать, потому что все-таки как-то с жидкостью, что ли. Ну, то есть, жара, ты потеешь, и еще при этом, при всем не пить. То есть, это какое-то некое такое обезвоживание для организма. Перенесла я, в принципе, нормально. Ну, не сказать, что прям, вот, я не страдала, не чувствую голод. Вот я сейчас сижу, и я хочу безумно кушать. Вот, ну, терпимо. Это как бы некое ограничение. То есть, ты, ну, это как аскеза взять на себя определенную, почувствовать лишение. То есть, ты добровольно на себя берешь обет по соблюдению определенных правил. И, ну, это какое-то ограничение для себя, лишение. То есть, ты сознательно на это идешь. Ты сознательно... Ну, короче, вы поняли. Я уже, если честно, засыпаю. Смонтировала два видео вам на завтрашний день. И все. Завтра, надеюсь, упакуемся быстро. Я позавтракаю. И поедем. Ну, позавтракаем и поеду. Вот. Как-то так. Не знаю, я решила к вам быть сегодня. Сегодня прям вечерком. На ночь глядя. И, может быть, потому что сказать, что я молодец. Похвалить саму себя. Или вдохновилась. Сейчас просто просмотрела какой-то блогер, вдохновилась на съемку. Не знаю, с чем связан мой вечерний выход в эфир. И я обычно таким не занимаюсь на ночь глядя. Вот. Спать. Пора спать. Что-то грандиозное строится. Это Трофимовский мост. Его заново перебирают. Просто первый раз вижу. Первый раз по этой дороге езжу. О, уже, по-моему, перекрыто. Ну, год как бы не больше, девочки. И мальчики. Короче, я выезжаю, наконец-таки, из Саратова. О, господи. Боже ты мой. А я тут даже не знаю, что, оказывается, и выехать-то на дорогу нельзя основную. Тут даже и трассу переделывают. Вот здесь вот трасса была. Меня смотрят давно, девчонки. Всегда заезжаю по дороге к родителям. Здесь, по-моему, Красный Октябрь называется. Что-то мне так заложило уши. Вот здесь вот колбаса от производителей. На улице, как вы видите, дождь. С одной стороны, в дождь хорошо ехать, потому что не так жарко. Прям, ну, хорошая такая комфортная погода. Потому что в машине сидеть... Вот даже Капитон у меня спокойно сидит. В машине сидеть практически невозможно, когда... Когда жара. Вот. Но с другой стороны, ну, опаснее ехать, потому что там что-то... Ну, короче, какая-то ерунда. Да, то есть мокрый асфальт становится прям как... Можно сказать, как панальдоты. Блин, что же мне так уши-то заложило? Сейчас я какую-нибудь колбаски возьму. Ну, в принципе, я знаю, какую я буду брать, потому что я часто очень ее беру. Вы смотрите, как меня прям просто доверха забили. Вот ни одного нет свободного места. Ни одного прогала нет. Вот, все забито. Посмотрите, просто ни одного свободного местечка. Это вот то, что я вам показывала, все сюда поместилось. Представляете, какой вместительный Матис. Ой, трога по одному. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Сейчас посмотрим, может, чем-нибудь новенькое еще будет. Какие-то колбасы вкусные. Сосиски всякие разные. Сосиски. Это вы какая сказали? Валентия. Валентия. Она какая? Она вяленая. Вяленая идет, да? Это со свининой, да? Со свининой, да. Вот. Вот такой вот балык брали вкусный. Это просто видео снимаем. Балык очень этот вкусный. И любительская со шкейком тоже обалденная колбаса. Всегда ее беру, когда обратно я лягу. Вот, да, туда ею. Девчонки, представляете, вот я встала сегодня в 9 где-то, да. Время уже часа 3, начало 4. И получается, что я практически только выехала из Саратова. Да, но не считая красный октябрь, я заехала восьминог, купила, я не знаю, говорила вам или нет, знаете, даме цветы, там дети мороженое, смотри, не перепутай. Я папе купила толстолобика, шикарного толстолобика, правда отдала за него там что-то 700, по-моему, чем-то рублей. Я взяла чивычи, красную икру, не хотела восьминоге, правда, брать, потому что у них она лежит в поддоне, не знаю, мусор туда летит. То есть на открытом пространстве сколько лежит, непонятно. Ну, съедим ее в первую очередь. И маме я купила роллы, то есть я угодила, скажем так, всем. И папе угодила, и маме угодила, потому что она любительница у меня ролл. Конечно, я обычно еду и в Ленте все покупаю, но многие продукты какие-то, там, я не знаю, колбасу, не колбасу, то есть вкусняшки какие-то везу. Но если бы я еще в Ленте остановилась, бы я бы еще там потеряла часа 2-3, ну, потратила на это 2-3 часа, пока я все полки обошла. В принципе, все там у них есть, если что, можно заказать также через, там, iHerb, не iHerb, если какие-то вкусняшки захочу. Вот, не на так уж и ненадолго еду, я с удовольствием, когда еду к ним, ем еду, которая, вот, она обычная такая, кабачки, то есть, ну, все деревенское. Обожаю, вот, когда мама готовит, и прям, из меня снята эта обязанность, ну, вот, на меня кормит там, я при всем при этом, там, работаю, ну, то есть, как-то, я там расслабляюсь, реально, я там могу расслабиться. Правда, там приходится мне тоже работать, но какие-то обязанности с меня сняты, вот. Постаралась до отъезда, конечно, сделать все дела, практически, кроме одного, единственное, это вот с этим Т-плюсом. Но Сашке отдала документы, может быть, получится ему отвезти и решить этот вопрос без моего участия. Вот, короче, как-то так. Ну, довольно счастливо, сейчас я выезжаю уже на трассу, я отключусь, потому что, вот, вы видите, сейчас я могу там немножечко ехать, не втапливая, а там уже, ну, поеду на нормальную скорость, чтобы быстрее доехать. Папа говорит, там сделали дорогу, начиная от Калининска до моего места обитания, вот, куда мне надо. Та дорога, которая на протяжении 15 лет была просто в разбитом, убитом состоянии, вроде бы ее сейчас делают, там, по кусочкам, по километрам. Ну, надеюсь, что ее доремонтировали, потому что три месяца назад они у меня были, они, говорит, стояли там те компании, которые занимались ремонтом, и, говорит, ну, практически уже сделали это. Вот, но сейчас как раз с вами и посмотрим. Продолжение следует...